Вот так, да? Да, да, чтобы все видно было. Привет, привет, привет. Да, вот мы который раз уже встречаемся в скайпе сегодня. Сколько занятий вы провели по разгрузке? Сколько вы сделали разгрузку? Ну, наверное, раза три или четыре, где-то так приблизительно. По сколько минут? Ну, вначале я делала минут пять, так, семь, потом двадцать минут, а вот сейчас, вот сейчас, я прям не могу остановиться. Знаете, мне даже интересно уже, иду делать разгрузку, думаю, а что еще у меня там появится? Вот как-то уже и с интересом, думаю, а что я там запою? А что у меня, как организм не отреагирует? Я прям наблюдаю за собой, изучаю себя, мне просто интересно. А ты что, и что происходит, и что происходит? Я пою. Я, откровенно говоря, ну, я никогда, ну, так в хоре пела когда-то в школе, а так никогда гимнастикой занималась, все, как-то к музыке была, очень далека. Ну, правда, песни очень любила всегда. Вот. Вот. И вот это я сама даже удивляюсь, я вдруг пою, и вдруг мне что-то как-то так хорошо пою. Правда, внук вчера подошел и говорит, бабушка, ну, не пою. Я вообще не нравится, что ли? А мне нравится, как я пою. И вот сегодня, я, знаете, я, наверное, до бесконечности. Просто я немножко даже остановила, думаю, ну, это же, я могу и два часа опять. Молодец, это же у вас талант, и он у вас сейчас как бы активизируется, пропустится. Да, иногда говорят, она сама так со стороны слушает, думает, ты смотри, как-то все выше, выше, как-то так вроде бы и получается. Ну, вы знаете, я всегда любила Жыкину вот это вот, и меня это вообще, ну, самая лучшая певица, вот люблю я ее. Вы знаете, что я вот всегда говорю в нашей школе о том, что у каждого человека есть таланты и способности, у каждого. А проблемы у него начинаются от того, что вот ему в жизни каким-то образом не дается их реализовывать. И отсюда идут зажимы. Ну, с детства, например, ребенок любит рисовать, а ему говорят, хватит ерундой заниматься или еще что-то такое. И у него идет напряжение. Когда человеку не дает делать то, что он хочет, то, что ему природа дадено, у него начинаются стрессы. А вот потом вы дошли до разгрузки. Вы же почему разгрузку стали делать? Потому что напряг был, да? Ну, да. Я, скорее говоря, я всегда как-то вот преклонялась перед людьми, которые умеют рисовать. Вот то, чего я никогда не умела. Вот я смотрю рисовать, но я нарисую, ну, цветочек как-то могу нарисовать, там, ромашку, и все. Понятно. Я преклонялась, думаю, боже, как люди рисуют. Это ж такой талант, это сколько учиться надо. А как поют так вообще? Особенно мне нравится вот этот Геннадий Белов. Ну, такие у него песни, это вообще такое чудо. Я сегодня даже прослушала, начала записывать его слова, вот эти песни, вот это вот «Звездное небо» и «Давай петь» тоже после разгрузки. Вот представляете, как интересно? Вы любили рисовать, допустим, вам нравилось, как рисуют, но вы не знали о том, что вы можете и сами рисовать. Потому что вы думали о том, что рисовать надо вот так-то и так-то. Да. Раньше нас не учили. Нас раньше не учили рисовать так, как мы должны рисовать, а нас учили, как должен, как кто-то рисует и петь, как кто-то поет. Вот, понимаете, вот не было связи между нами и деятельностью. А теперь вот, наконец, мы в нашей школе учим людей быть такими, какие они есть. Вот вы сделали разгрузку, от всех шаблонов освободились и стали петь, и стали петь, и стали петь, и вы вышли на самую себя, и вам уже хочется и петь, и чего раньше не было. Я серьезно говорю, хочется петь, и вот думаю, завтра буду делать разгрузку, а вот что, как я дальше запою? Вот это вот мне даже интересно, и сама себе стало интересно, понимаете? Молодец, вы в какой, где вы живете? Я живу в Днепропетровске, у нас, да, на Украине. Мы вас все приветствуем, мы вас все приветствуем, все школы, мы поставим сейчас эту запись на школы, если вы не возражаете. Все, все, мы всех поприветствуем в школе, все посмотрят, вам будут там приветы передавать, а мы через несколько дней еще раз с вами встретимся и спросим, как дела. Хорошо, спасибо вам большое, за вашу доброту, за вот такую искренность, за то, что вы такой добрый, вот прям вот спасибо большое. Спасибо, спасибо, до свидания.